Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Priya. И сегодня хочу затронуть тему одевания в обновлении 9.1 во втором сезоне Shadowlands. Во втором сезоне произошло несколько изменений. В ПОП поменялись item-левелы немножечко для ПВЕ-шных ситуаций, а также в рейдике, в рейдовых вещах, появились новые гнезда господства. Поэтому нужно немножечко пересмотреть свою лут-таблицу, которая там, например, была с Mythic Plus вообще в целом изначально. Просто-напросто на определенные слоты встанут вещицы с рейда. Но об этом чуточку позже. Давайте для начала поговорим о каком-либо стартовом одевании, потому что стопроцентно будут открывать видосик люди, которые, например, захотят вернуться в эту игру после какого-то долгого перерыва. У них будет маленький item-левел в районе там 160-180-го. Или, например, или его персонажи, докачавшиеся только до 60-го левела, будут тоже примерно такого же item-левела. Само собой, им нужно как-то стартово одеться, иначе их вообще почти никуда брать не будут. Что у нас есть на текущий момент? Само собой, это профессии. Профессии неплохо так могут свой крафт подарить персонажам, которые не одеты. То есть колечки, например, рассмотрим. Можно надеть одно колечко 230-е. Вообще одну шмотку можно надеть 230-ю в целом, любую. Сами выбираете колечко, ожерелье, ступни, ноги, пояс, перчатки, что хотите. Вот. То есть одна вещица 230-я стоит, конечно, дороже, чем 200-я, но она все-таки 230-я. Это существенный апгрейд, я так могу сказать. А 200-е вещицу уже можно надевать в неограниченном количестве. То есть потратить голдишку, например, на закупку такого шмота можно. Далее, если у вас нет голдишки, то можно воспользоваться картийским боевым снаряжением. Я вот на воина отправляю такие вещицы, и мне как-то вот до сих пор все это лень-лень вскрывать. И на самом-то деле хорошо. Я бы сейчас вскрыл и показать бы даже не смог. В тот момент, когда мы тусим в корте, в корте это новая локация, то мы можем там с сокровищ, сарарников добыть картийское боевое снаряжение. За почти две недельки мне выпало их 13 штучек. То есть таким образом можно вот тоже перса поодевать, если, к примеру, у вас нет голдишки. Также это картийское боевое снаряжение покупается за тысячу стиги. Стиги — это валюта, которая сыпется просто изо всех щелей на текущий момент времени. Лутаем, покупаем, открываем, одеваемся. Все замечательно. Примерно мы уже оделись в 200-й итем-левел. Скрафтили себе легендарочку, побегали в Таргаст, скрафтили легендарку высокого итем-левела. Все круто, все классно. Теперь, пожалуй, поговорим о рейдах, потому что я немножко так сначала нагнал интриги. У нас появились новые гнезда господства. Что такое гнезда господства? Это вещи, определенные с особыми гнездами, куда вставляются только самоцветы господства. Обычные самоцветы на 16 скорости, 16 вкусности нельзя будет вставить туда. Они вообще просто не влезут туда, скажем так. То же самое, что вы попытаетесь фигурку треугольника воткнуть в фигурку кружочка. Он не влезет. Да? Или нет? Ну, по-моему, да. Так вот, у нас существует 5 вещей на каждом типе брони, в которых имеются эти гнезда господства. Это всегда голова для всех абсолютных классов, также плечи, нагрудник, а для латников это запястье плюс перчатки. Касательно других классов я делал отдельные видосики, ну, сейчас только латников рассмотрю на этом видосике. Если вам интересно, какие другие две вещицы, кроме головы, плечей и нагрудника, идут для вашего типа брони, то пролистайте лут-таблицу со святилища господства, покликайте и посмотрите, где у вас имеются эти гнезда. Так вот, именно в этих слотах у нас будут именно рейдовые вещицы. Голова всегда будет с рейда, плечи всегда будут с рейда, нагрудник всегда будет с рейда, у латников перчатки всегда будут с рейда и запястья тоже всегда будут с рейда. Что нам это дает? Ну, это нам дает то, что в тот момент, когда мы будем открывать великое хранилище, мы не берем вещицы, которые идут в этот слот. Это, конечно, немножко грустно, то есть нам нужно закрывать желательно там 4 ключика, еще лучше 10, чтобы было побольше выбора, возможно, там стоит другими активностями заниматься и все такое прочее. Касательно великого хранилища, механика многим знакомая, но кто-то, может, в Shadowlands не играл, не в курсе, что это такое. Это, скажем так, показатель всей вашей активности. 9 квадратиков, и мы можем взять только одну вещицу из всех этих 9 квадратиков. То есть, например, проходя героические рейды, можно получить 235-ю вещицу. Эпохальные рейды — 252-ю. Закрывая 15-е ключики, можно взять на выбор 252-ю вещицу. Закрывая вторые ключики, можно вообще взять 226-ю, по-моему. Это мало, но может кому-то будет полезно, окей. А PvP? Насчет PvP я сказал, что там небольшие изменения, и перед вашими глазами на текущий момент будет табличка с измененными итем-левелами. Там просто-напросто минус 13. То есть, например, вещица 246-го итем-левела будет на 13 пониже. Таким образом, чтобы в PvE вещь была PvP-шная хорошая, нужно иметь уже больше рейтинга, чем это было в первом сезоне. Насчет рейдов рассказал, насчет новых гнезд рассказал, насчет мифик-плюсов, что у нас получается. В целом, это неплохой способ одевания. Мифик-плюсы — это эпохальные подземелья в таймер. Мы проходим их, и в конце подземелья получаем вещицы. Проходя 15-е ключи, мы получаем максимальную награду для наполнения великого хранилища, а также максимальную награду с самих подземелья. Можно получить либо с 14-х, либо с 15-х ключей. Но, само собой, пятнашки, конечно, крыть лучше. С 15-х ключей мы получаем вещицы 236-го уровня предмета, которые в целом можно улучшать за доблесть. Доблесть — валюта, которая была введена в обновлении 9.05. И чтобы улучшать вещицы с мифик-плюсов за доблесть, нужно заиметь новые ачивочки. Новые ачивочки идут такого формата, что нам, например, не нужно крыть все пятые данжи в таймер, все десятые данжи в таймер, все пятнадцатые ключи в таймер. Нам нужно набрать определенное количество новых очков, которые были введены в текущем обновлении. То есть, например, первая ачива идет за 750 очков, вторая ачива идет за 1500, третья ачива идет за 2000 очков во втором сезоне Shadowlands. С целью их набора нужно бегать как ключи на тиранические недели, так и ключи на укрепленные недели. Это сделано специально, чтобы люди не делали себе высокие очки Raider.io во время укрепленной какой-либо легкой недели. Ну и к тому же эта система чуточку лояльнее для получения маунта. Вот и все. Я рассказал абсолютно всю информацию, которую считаю нужной, но если у вас есть вопросы, само собой можете оставить их в комментариях. А напоследок давайте пробежимся, что мы должны сделать, например, на свежесозданном персонаже. Мы закупаемся 200-ми вещицами, саука, либо застигию, либо дропаем их с сокровищ, и кортия. Также не забываем купить одну какую-нибудь 230-ю вещицу. Следом мы идем в мифик плюсы, мы пытаемся зайти в рейд. Если мы умеем аппаться в PvP, то мы аппаемся в PvP, покупаем какие-либо вещицы для себя, и максимально наполняем наше великое хранилище с целью того, чтобы взять самую лучшую награду. Также не забываем про торгаст, для того, чтобы сделать легендарочку высокого этом левела. Вот и все. Какой-то такой план для того, чтобы повысить свой этом левел до максимального значения. Ну а насчет максимального значения, что у нас нынче получается? 252-е вещицы мы будем получать за викли лут с мифик плюсов, за прохождение эпохальных рейдов, а 259-й лут у нас будет падать скелтузада в мифическом режиме и сельваны витрокрылые. А также еще маунт, на которого в будущем я буду рейды собирать. Но это не скоро. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!